Ровно в 9.00 в администрации Ленинского района заработала прямая телефонная линия с помощником президента Беларуси, инспектором Побрейской области Анатолием Маркевичем. Традиционно на таких открытых диалогах присутствуют и руководители разных ведомств – системы образования, ЖКХ, отделы распределения жилья и другие, чтобы на каждый заданный вопрос человек получил комплексный ответ. Людей интересуют абсолютно повседневные вопросы, проблемы, которые возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Я считаю, что у нас абсолютно достаточно возможностей, ресурсов, потому что глобальные направления не звучат, но хватает для того, чтобы эти направления были не только под контролем, но и имели свое разрешение. Эту прямую телефонную линию особенно активной не назовешь. За полтора часа открытого диалога на связь вышли всего пять заявителей. Да и вопросы, по мнению Анатолия Маркевича, в своем большинстве личные, касающиеся каких-то отдельных моментов в жизни людей. Но беспокоит другая тенденция. Ряд обращений были повторными, и в этом случае необходимо разбираться детально. Появились вопросы, которые мы ранее обсуждали уже. Почему они не решены, надо разобраться, надо посмотреть, в чем проблема. Потому что вопросы сегодня поднимались по благоустройству, по отдельным населенным пунктам. Данное направление мы рассматривали. И мы договорились, что во время приема граждан мы вернемся обязательно еще с нашими должностными лицами, чтобы выяснить, чего нам не хватило, возможно, по времени, по финансовым ресурсам, для того, чтобы несложные вопросы, которые ранее звучали, они были решены. Поэтому в любом случае ни одно направление, оно без внимания не останется. Мы обязательно доведем все вопросы до своего логического завершения. Уже через полтора часа разговор открытый в рамках личного приема граждан. Поднимались вопросы, касающиеся тематики жилищного хозяйства, выделения участков в собственность, социального обслуживания. В последней ситуации на прием пришел пенсионер Павел Степанович Козлов. 85-летнего мужчине дали дополнительное разъяснение по вопросу, кто может выполнять функции по уходу и кому назначается при этом пособие. Положение назначения пособия по уходу и оно может быть рассмотрено только для неработающих трудоспособных граждан. Зная, что помощник президента проводит прием, некоторые люди со своими вопросами приезжали даже с других районов. Тем для общения было много и каждый обратившийся был услышан. По итогу все озвученные вопросы получат конкретный проработанный ответ. Продолжение следует...